Доброе утро! В наши дни недостаточно просто сфотографироваться на фоне красивого пейзажа, нужно взрывать интернет. И сейчас я постараюсь сделать селфи, который наверняка наберет тысячи лайков. Главное, чтобы красавцы сзади меня не заметили. Канадский экстремал ради селфи залез в жерло вулкана. От верной смерти Джорджа Куарониса спас огнеупорный костюм. О своем спуске он снял небольшой видеоролик. Селфи канадца в интернете посчитали непревзойденным. 19-летний Кирилл Орешкин – еще одна звезда мирового интернета в жанре экстремального селфи. О нем снимают фильмы американцы и европейцы. Без башенного парня даже окрестили русским пауком. Он делает селфи на вершинах небоскребов, без какой-либо страховки. Сейчас Кирилл занят капитализацией, хобби. Хочет продавать свои фотографии. Уже получил заявки из разных стран мира. У россиянина много последователей. Интернет уже пестрит заголовками о гибели любителей экстремального селфи по всему миру. Но отчаянных ребят это не останавливает. Сейчас в социальных сетях развернулось настоящее сражение между пользователями. Кто сможет набрать максимальное количество лайков? Ради красивого кадра люди даже рискуют жизнью. Но чрезмерное стремление прославиться может привести к совершенно противоположным результатам. Вот эти фотографии в интернете названы самыми глупыми и дурацкими. Список самых глупых фотографий замыкает увлечение скотч-селфи. Люди сознательно уродуют себя ради яркого и смешного кадра. Даже интересно посмотреть, как они освобождаются от этого скотча. Увлечения селфи не могли избежать даже знаменитости. Они с удовольствием фотографируют себя на телефон, а снимки выкладывают в интернет. В социальной сети появляются даже селфи обычных людей в компании известных персон. В этом направлении непревзойденным оказался британский подросток. Елизавета II вместе со своим супругом принцем Филиппом находилась с дружественным визитом в Белфасте. Телохранители британской королевы парня останавливать не стали. В итоге молодой человек сделал несколько селфи и стал звездой интернета. Тем, кто хочет прославиться, не выходя из дома, психологи дают совет – выкладывайте смешные кадры. Здесь не нужно лезть ни на какие башни, а просто поймать нужный момент или подобрать нужный наряд. В конце концов, даже экстремальные фото, если их будет слишком много, могут пользователям просто надоесть. Все опасные трюки, на которые пошли наши герои ради ярких селфи, категорически не советую повторять. Ребята, да будьте же хитрее, ведь даже самые необыкновенные селфи можно делать в домашних условиях. Елена Азарченко, Олег Писарев. С новым утром!